17 или 23? Этот вопрос в дагестанском обществе стал уже риторическим. Постоянные колебания в цене за проезд на маршрутном такси подогревают общественность. Транспортные компании активно то поднимают, то снижают цену. А жители города оплачивают проезд как придется. Вопрос затянулся и, казалось бы, проблема уже должна быть окончательно решена. О том, что препятствует разрешению ситуации и какой выход из нее выгоден для всех сторон, узнавала моя коллега Патимат Ханапова. Есть слово. За лава открылись за эти пшени и копейки. За пшени и копейки вы же разговариваете? Они так и не утихают, эти маршрутные страсти. Особенно обострилось все после требований УФАС снизить стоимость. Люди в недоумении, сколько все-таки платить. Антимонопольная служба объявляет о незаконности тарифов 23 рубля, а тем временем водители некоторых транспортных компаний продолжают взимать эту сумму с пассажиров. Лучше бы они 20 сделали бы, никто бы ничего не сказал, все бы платили. Да, 20 это еще терпимо, ну ладно, пускай 20, но 23, не туда. При тех мизерных зарплатах, которые получают в Дагестане, по 23, тогда и условия, и сервис должен быть соответствующий. Вообще не соответствует, как сарай на колесах ездит, так и ездит. Проект очень дорогая, и повысили ее необоснованно, просто назло гражданам. А все дело в том, что пять перевозчиков отказались исполнять указания, а вот новострой «Транс» и пилот согласились. Однако, как нам удалось выяснить, и они вот уже совсем скоро вновь повысят цену. А вот насколько пока еще остается загадкой. Однако, известно одно, у каждого маршрута теперь будет разная стоимость. Экономически обоснованная выведут ее, исходя из расстояния маршрута, состояния транспорта и ее загруженности. Но, опять же, сегодня, снижая тариф, мы понимаем, что это временно. Почему? Временность данного решения заключается в том, что, повышая тариф в январе, оно имело вот это действие, очень обоснованный характер. Почему? Потому что с 2016 года, как впервые в Махачкале был проведен открытый конкурс на маршруты, очень много законодательных актов в сфере транспорта вышло. И все они, хотим мы или не хотим, нравятся они или не нравятся, мы должны соблюдать всех их. А соблюдать это законодательство на 17 рублях – это невозможно. Почему? Потому что 17 рублей – это тот тариф, который при полной свободе от налогов, при полной свободе от вот этих самых новых устройств и новых законодательных актов. Чтобы не обвинили их в сговоре, так объясняют представители транспортных компаний такую предстоящую разношерстность цен за проезд. Они признают, что такое решение не самое лучшее для жителей, но мера необходима, иначе компании окажутся в убытке. Но котребований от надзорных ведомств много и затрат. Но несмотря на все сложности, есть в этой истории положительный пример. Это водители маршрута 44. Это те, кто смогли понять простой народ. Те, кто настояли, чтобы по их линии проезд сохранился в 17 рублей. «Они думают, что их бесплатно ложится, эти 17 рублей. А когда 20 рублей, конечно, это и по карману чувствуется, и по голове чувствуется, и по нервам чувствуется. Люди тоже довольны. Ну, когда народу приятно, нам тоже, конечно, приятно. С нами кто ездит? С нами ездит простой народ, такой же, как и мы. Мы просто в ролях водителей, завтра мы будем в ролях пассажиров. Так что, что сами хотели бы давать, то и мы тоже берем». Увеличение стоимости – не единственное решение. Есть вариант получше, но посложнее. Например, перевести всех городских перевозчиков на регулируемый тариф. Что же это значит? Давайте разберем на примере троллейбусов, которые находятся на балансе мэрии. У них экономически обоснованная стоимость за проезд 22 рубля. Однако пассажиры платят всего 13. А все потому, что разницу в 9 рублей компаниям компенсирует государство, выделяя субсидии. «Нам нужно для комфорта 28 рублей. Но в городе больше 23 поднять, население не справится. И когда мы попросили компенсацию, переведите нас на регулируемый, давайте попробуем. 5 рублей сделайте субсидию». Просто нам ответили, что в бюджете нет денег на субсидирование. Переход на регулируемый тариф хорош для всех – для жителей, для перевозчиков и для мэрии в том числе. Проблема лишь в одном – нехватки финансов. Городской бюджет не осилит такие расходы, а это более миллиарда рублей в год. Но, несмотря на это, администрации столицы и транспортные компании считают это решение самым верным. Главное – найти средства и поставить конец длительному транспортному хаосу. «Да, такая задача у нас стоит. Глава города Салман Кадеевич тоже эту задачу нам поставил – посчитать, определить объем, стоимость. Потому что не должно быть так, чтобы неурегулируемое такое хаотичное определение тарифа. Каждый по-своему, по-разному устанавливает тариф. Люди выражают возмущение, недовольство. Почему до сих пор нерегулируемое, именно ввиду отсутствия возможности бюджета это все субсидировать. Как только мы устанавливаем условия, вернее, размер тарифа и экономическое обоснование тарифа им утверждаем, то уже разницу, соответственно, мы должны принимать на себя». Надежда есть. А вот удастся ли внедрить в Махачкале цивилизованную транспортную систему, покажет время. Во всяком случае, власть обещает. В частности, со следующего года в троллейбусах должна появиться безналичная оплата. А в маршрутных такси – контрольно-кассовая техника. Патемат Ханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала.